У продукта есть история, которая объясняет его уникальность. Поэтому с историями надо знакомиться. Где читать истории? У нас есть журнал, называется он Мир Алифлейм. Он выходит каждый каталожный период, каждые три недели. И в этом Мир Алифлейм рассказывается об истории продуктов, о запусках акций. Значит, ну вот видите, на самом деле, виночки какие выпускаются. Обязательно, когда новичкам, например, когда первый заказ они делают, вот, например, аромат сладкой жизни, да. Почему именно вот Дольче Вита названа туалетная вода, да, вот это. То есть её представлял Томас Андерс в новогодних каталогах. Что такое Дольче Вита, как переводится, то есть вот это всё-всё-всё здесь пишется. Поэтому обязательно читайте. Ну, я уж не говорю про справочники по продукции. Есть информации много на сайте Алифлейм, на официальном, www.ariflain.ru. И есть очень много информации о реформе. Причём этот о реформе уже официально признан компанией, потому что у нас есть журналы, даже где ссылки с этого о реформа. Это независимый частный форум, создал его директор компании Алифлейм, Александр Масичук, он живёт на Украине. Но это самый-самый посещаемый, самый классный форум. У меня там есть свой дневник. Вы можете прочитать дневник, там есть видео много очень. Там есть, Надя там тоже пишет в этом дневнике, можете прочитать. Называется 24 директора НЭНы. Да, называется 24 директора НЭНы. Не, Невзорова, Наталья. Почему 24, узнаете завтра. Значит, а ещё, откуда узнать истории продуктов? Спрашивайте у клиентов, да? То есть клиент взял у вас продукт, спросите, как он им пользовался. Вот иногда бывают такие истории, знаете, смешные. Ну, вот типа так, как собака крем съела, да, я ещё и пара баночек заказала. По молоку им. Ну, натуральный продукт даже собаке плохо не стало. То есть, ну, вот это из жизни, это я не придумываю. Вы знаете, у нас однажды лотерея была, девушка выиграла средство антицеллюлитное, да? Значит, я потом её спрашиваю, говорю, ну, не её, а её подругу. Я говорю, как там у нас эта девушка-то поживает? Она же худенькая, куда она средства-то делала? Она говорит, они им посуду моют. А я говорю, а зачем? Она говорит, а там написано прямо, она средства расшипляет жир. Ну, вот это, понимаете, это истории, они помогают продавать, продвигать продукты. Ничего нету, то есть они нормально себя ощущают. Ну, там, по поводу шариков армяных кушают, да, чтобы у меня кушать. У меня в Крещанске дочка прослесняет. Мама конфетки, мама конфетки. То есть, я понятию, какие конфетки пользуются, горошками, маме баночки. На нём было практически написано, не употребляйте пищу. Мыло, да, есть было мыло, называется имбирное мыло. Ой, девочки, это печенюшки, знаете, такие, как бы, с детства пахнут. Прямо написано было, у нас ребёнок 11, зубы туда. Был открытый пакет, мы обычно открываем мыло на пробу, да, он прямо, ну, пытался отпустить, конечно, не отпустил, только зубы оставил. Так вот, на нём прямо написано, не употребляйте пищу. Потому что, ну, вообще, изумительный запах. Где искать?